Здравствуйте, это новости 24. Я Махач Курбанов и мои коллеги познакомим вас с последними событиями. Короткий анонс, что вы сегодня увидите. Подходит к концу республиканский межрелигиозный молодежный форум, проходивший в Карудахкенском районе. Лучшую короткометражку выбрали на национальной кинопремии «Мой Дагестан». В Каспийском дворце спорта имени Али Алиева пройдет очередной турнир от компании «Fight Nights Global». Зрители ждут захватывающие поединки. В Карудахкенском районе на базе отдыха «Солнечный берег» подходит к концу республиканский межрелигиозный молодежный форум, где с участниками провели образовательную и развлекательную программу. Более 200 человек, представляющих ислам, православие и иудаизм, также принимали участие в различных спортивных состязаниях. По завершению форума всем участникам выдадут сертификаты об участии. Особо отличившимся и победителям турниров вручат памятные награды. «Можно сказать, коротко, невозможно. Почему? Потому что пока человек сам через это не пройдет, он не поймет всю суть данного форума. А пользу я для себя считаю лично. И я думаю, что другие ребята, участники форума, которые здесь участвовали, они получили огромную пользу для себя, которые они в дальнейшем могут по жизни взять как рекомендации для себя. И, соответственно, этим рекомендациям уже жить». Сегодня последний день работы форума. Вечером состоится официальное его закрытие. Межконфессиональный диалог между участниками состоялся. И цель форума, как утверждают организаторы, достигнута. Красная ковровая дорожка, свет софитов и оглашение лучших кинокартин. В Махачкале прошла национальная кинопремия «Мой Дагестан». Лучшие короткометражки успешно прошли просмотры членов комиссии и представили нас у зрителей. Какая кинокартина стала лучшей, смотрите в сюжете Умы Ибрагимовой. Дворнику не простят неочищенный участок только потому, что так красиво лежал снег. Это кадры из фильма «Заказ». Он выиграл в номинации «Приз зрительских симпатий». Кинокартина повествует о судьбах двух героев. Две юноши стали киллерами. Потеряв надежду в счастливую жизнь, они рассказывают друг другу о совершенных ими злодеяниях. «Честно сказать, мне стало интересно, что тебя могло заставить пойти против системы. Ты киллер». Главный герой Али рассказывает, сюжет фильма был основан на реальных событиях. Режиссер требовал от ребят изучить образы киллеров основательно. «Эти киллеры, они выжили и сидят в тюрьме. И у них берут интервью. И он заставлял смотреть на них, как они говорят, как они двигаются, мимику. То есть он заставлял полностью погружаться. Поэтому это было интересно». Фильм «Сестричка» в кинопремии выиграл сразу в трех номинациях. Лучшая режиссура, женская роль, но и самое главное – лучший фильм. Воспоминания главной героини о военных событиях, о нелегкой судьбе солдат и близких ей людей. Режиссер планировал показать не только параллель двух времен, но и нравственный и патриотический дух тех, кто каждый час вспоминает события этих времен. Тимур Гусейнов увлекается режиссурой давно, но «Сестричка» – его первый самостоятельный фильм. Но дебютировал не только режиссер, но и актеры. Это их первая работа. «И много там других актеров, которые были даже и не в ролях, даже особо, а в эпизодах. Они все были новички и первопроходцы. Им просто объясняли и дубль за дублем наконец-то объяснили». Каждая кинокартина удостоилась не только признания быть лучшей в определенной номинации, но и призами. Так, среди актеров был выбран Марат Гетинов, сыгравший беззаботного сына в кинокартине «Время жить». Юноша не ожидал больших подарков, ведь ранее фильм участвовал только в студенческих кинофестивалях. «Думал, что такие призы дают у нас в наших фестивалях. Это для меня первый раз, я не знаю, я сам в шоке до сих пор. Когда ты каждый раз играешь, играешь и получаешь опыт. А у нас в Магадагастане это не часто встречается, снимается в фильмах. И за каждую роль надо хвататься, и поэтому лучше играть и набирать опыт». Организатор кинопремии «Долгат Долгатов» сам с детства мечтает снимать короткометражки, что и побудило его к созданию проекта. «Конетражный фильм мы в школе как-то снимали, и потом осознал, что в республике нет подобного рода конкурсов, и пришлось делать самому. Надеюсь очень, что хотя бы на следующей кинопремии даст самому поучаствовать уже». Кинопремия «Мой Дагестан» в республике проходит уже второй год. Количество заявок на участие стало больше аж в два раза. И, как обещают участники, это только начало. Ума Ибрагимова, Магомед Гусейнов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Короткий обзор новостей для вас подготовила Атикат Магомедова. Представительница Дагестанской школы борьбы Екатерина Вербина вышла в финал первенства Европы среди кадеток, проходящего с 25 по 30 июля в Сараево. На предварительной стадии чемпионата среди спортсменок до 18 лет студентка второго курса училища Олимпийского резерва Хасавюрта одержала три уверенные победы. В финальном поединке континентальных состязаний ученицы Алихана Карацаева и Гамзата Абасова 28 июля будет противостоять бронзовой медалистке первенства мира 2016 Дзенеп Эдгиль из Турции. Азербайджанский театр посетил с проекта мастера сцены «Рутульский район». Артисты театра выступили перед местными жителями со спектаклем «У каждого своя звезда» азербайджанского драматурга Исиме Ликцаде. При зрительских симпатий на Диаспорт-Океаде вручен команде из Дагестана. Дети были задействованы в различных конкурсах, тренингах и играх. В городе Сочи состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской Диаспорт-Океаде для детей с сахарным диабетом первого типа. Республиканская сборная вернулась из Сочи с призом зрительских симпатий. Каспийский дворец спорта имени Али Алиева примет очередной турнир от компании «Файт Найтс Глобал». Предстоящее шоу в телефонной беседе с корреспондентом ННТ анонсировал президент компании Камил Гаджиев. Бойцовский вечер возглавит противостояние Ахмеда Алиева и бразильца Диего Брандау. Кроме того, зрители увидят поединок за титул в полутяжелом весе между бойцом «Иглс ММА» Курбаном Амаровым и Фабио Мальдонадо. Битву местного проспекта Шамиля Амирова против экс-бойца UFC Русимара Пальхареса и множества других ярких боев с участием перспективных дагестанских бойцов. Ассалам алейкум, земляки, друзья, болельщики. Я думаю, что нас ждет очень хороший, красочный, очень конкурентный турнир 4 сентября во дворце спорта имени Али Алиева в Махачкале. Лучшие бойцы России. Я горжусь тем, что лучшие бойцы России это наши земляки против лучших бойцов Бразилии, в основном Бразилии. Поединок за пояс весовой категории 93 килограмма. Главный бой вечера с приставкой «Супер» и молодой боец, который постарается сделать большую сенсацию в поединке с очень опытным ветераном. Ждем. Мне осталось рассказать вам, какой будет курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 54 копейки и евро 69 рублей 67 копеек. Наши новости вы можете увидеть на сайте nttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»